На протяжении 30 дней каждый день я выпускал шортсы. Возможно, это нужно делать в другое время, дабы алгоритмы ютюба каким-то хитрым образом подбрасывали их в ленту смотрящему. Но для меня это тайна, покрытая вопросами. Сразу предупреждаю, видео будет не только про шортсы, но и немного про историю, мою как креатора и этого канала. Да, видео не про игры, но в тему отлично вписывается, тем более, что вся история с шортсами разворачивалась на этом самом канале. Спустя почти год после выхода легендарного в очень узких кругах короткого видео, он и очень плотно вплелись в мою жизнь. И спустя каких-то 12 лет нахождения на ютюбе, они стали приближать меня к зрителям, принося порой очень серьезные просмотры. Да, не все истории на ютюбе успешно успех про успех. За прошедшие годы люди успели построить и разрушить себе карьеры. Как же хорошо, что на протяжении лет я занимался ведением. Таким образом, сохранилось столько кегов, что диву даешься. По-настоящему удивляет, когда серия собрала пару десятков просмотров, а один короткий момент – пару тысяч. Ладно просмотров, коротыши еще и подписчиков приводят. Самый показательный момент случился как раз на исходе месяца. Это короткое видео, что забавно про двери, вышедшие 2 июля. Шортс – лишь маленький кусочек из получасового эссе по теме «Глубокое погружение в Dying Light 2», где первая серия залетела на полторы тысячи просмотров, приютив 14 паркурщиков, а вторая сдохла, не дойдя до сотни просмотров. Поняли, в чем прикол? Видео про двери привело 9 подписчиков и открыло путь к 13 тысячам просмотров. Я пока писал текст, с нетерпением ждал этого момента. А что вы на меня так смотрите? Для меня это достижение на этой платформе. Да, конечно, у меня есть видео, как настроить видеокарту 77 тысячами просмотров, но это гайд, который вряд ли привел людей, которым интересно, что творится в обители храпящих котов. Оно и по сей день приносит просмотры. Вот статистика за прошлый месяц, а это за все время. Утром, как обычно попивая кофе, я раздумывал, чтобы выпустить. О, точно, вырежу момент с дверьми. Благо я плюшкин и подолгу держу у себя материалы. Выкладываю и залетаю на 13 тысяч просмотров. Люди приходят, смотрят, и даже два замечательных человека подписались, посмотрев ту самую вторую серию, на которую была ссылка под шортсом. Да, серия таки набрала больше 100 просмотров. Вердикт прост, шортсы наши все. Не знаю, когда YouTube откроет мне путь к большему количеству просмотров, по этому поводу у меня есть конспирологическая теория. YouTube невыгодно показывать рекламу на нашем канале, а это значит, что он готовит нас к чему-то большему. Ну, хотелось бы в это верить. Поэтому вместо рекламы приглашаю в Телеграм храпящих котиков. Не знаю, что с ним делать, но однажды придумаю. Раньше я вел этот канал и не сильно заботился о количестве просмотров и подписчиков. По большей части мне просто нравилось этим заниматься. Да, были попытки в эссе, но тогда у меня была цель сначала собрать новое оборудование и уже потом делать большие видео. Ибо почистить голос для прохождения, когда я просто что-то набубнил себе под нос и обработать озвучку, две разные вещи. Записывать голос для эссе на наушники за 15 баксов, та еще головная боль. Когда в 2018 году я купил 1050 Ti, настало время творить историю. Началось все с прохождения GTA 5 и первого Dying Light. Молодец! Выбрал игры, которые все прошли уже по десятку раз, обсосав каждый пиксель до костей. Но тогда мне было совершенно не важно. Нужно было добывать опыт, как в плане говорить, так и в плане монтажа игр. Как вы поняли до этого, мы уже занимались ведением каналов. Но это был совершенно иной экспириенс. А ведь тогда из программ у нас был только фрапс. Какой же говной он был. Но выбора не было. Когда я начал вести данный канал, набрел на программу Merillis Action, но быстро пересел на GeForce Experience. С ним иду в плотной связке и по сей день. Хотя иногда он тоже может знатно поднасрать. Вначале я пытался гонять трафик через людей. Это были взаимные подписки, комментарии, просмотры и лайки. Но это такой тупой подход, что меня хватило на пару месяцев. Вместо того, чтобы делать видео, я писал комментарии по фижими в видео, чтобы они написали мне в ответ топ лайк, бро. Лучше бы делал шорцы. А, точно, они только в 2020 году появились. Мой совет. Делайте шорцы и не тратьте время понапрасну. Теперь давайте погрузимся в еще более древнее прошлое. В 2012 году мы пришли на YouTube вместе с моим коллегой, другом, братом. Вели другие каналы и, как показало время, начали в идеальный момент. YouTube не был перенасыщен, как сегодня. Но что-то пошло не так. Теперь же мы обитаем тут. На дворе 2024 года я наконец-то расшевелил Тони для написания эссе. Он в этом очень хорош. Итак, вы еще не ушли? Тогда ближе к теме. 30 дней. Каждое утро я заваривал кружечку свежего кофе, садился и тратил от 10 минут до порой полутора часов на создание короткого видео. Как вы поняли, у меня было из чего собирать шорцы. Для этого и было рассказано выше. Кайнтекст. Иногда это были вырезки старых прохождений. Иногда из свежих. Иногда из эссе. Пару раз даже залезал на территорию фильмов. Не, ну а что? Этим всем можно, а мне нет? Но так как это игровой канал, выбирал фильмы по играм. Первый опыт не оправдал себя. Это был Doom. Потом я вновь пересмотрел Warcraft. И хотел изначально использовать только одну сцену драки, но не хватало целостности. В итоге вышло то, что вышло. Видео сработало на ура. Потом я вспомнил про Хитмена. Того самого, который очень не очень. И да, видео тоже зашло замечательно. Фильм плюс музыка, которая часто гуляет по шортсам, рецепт, который сложно испортить. Четвертая попытка не была успешной, хотя по чуть-чуть просмотры идут. В среднем шортсы собирают около 400 просмотров. Это, я считаю, отличный результат. Иногда бывает и такое, когда настолько промазал, что собрал 10 просмотров. В такие дни я обычно просто иду работать, понимая, что завтра будет еще одна попытка. Так, сказал, как будто в другие дни вообще не работаю. Время от времени шортсы вылезают за 1000, а то и выше. Вот опять же, давайте вернемся в начало, где я выпустил первое видео по Вархаммеру на косарь просмотров. Я был так рад, словно мне 7 лет и у меня день рождения. Последующие видео собирали не очень. Но когда пятый хоротыш залетел на почти 500 просмотров, я понял, что нужно продолжать. Спустя 8 дней мне прилетели первые 2000 просмотров. Это был успех успехов. Еще и четверо посмотревших подписались. Дальше видео набирали то больше, то меньше. И в какой-то момент на канал с одного видео капнуло аж 17 подписчиков. Я знатно прифигел. А уже через месяц первая десятка. Я потом долго не мог достичь этой цели, пока спустя полгода не стреляет шортс про гачи мучи. Причем само видео до сих пор не вышло за 200 просмотров. А шортс набрал 10 тысяч. Принес 8 подписчиков и набрал больше 300 лайков. Спустя 10 дней залетает еще один шортс на 10 тысяч просмотров. Теперь уже по фазме. Позже в мае случаются первые 11 тысяч просмотров. Конечно же тоже момент из большого видео. И спустя 3 дня первые 12 тысяч. Причем вообще непонятно, почему так сильно зашло это видео. 230 лайков и 8 подписчиков. Ну а за июнь вы сами видите статистику. Скриншот я сделал 4 июля. На канале 3 видео с 10 тысячами в копилке. Одно из которых сделало первые 13 тысяч. Великолепно. Теперь метим в 14 тысяч, которые уже не за горами. Я продолжу заниматься этим и дальше, потому что очень интересно, что из этого получится. Знаете, это своего рода утренняя разминка для мозгов. Так как я по профессии оператор-монтажер, то чаще всего по утрам нахожусь дома. Когда я понимал, что у меня не будет времени в ближайшие несколько дней, я садился и нахрапом делал 5-6 шорсов. Как-то раз вернулся с работы в 7 утра после съемок выпускного и понимая, что встану позже, пока разгружал материал в полутрансе, собрал видео. Просто не хотелось пропускать день. Поначалу я отмечал те видео, из которых брал моменты. Имею ввиду старые видео. Но однажды понял, что новым видео трафик нужнее. Ведь люди и вправду переходят, смотрят и даже подписываются. Даже если видео не по теме шорса. Ибо вначале я думал, что это как-то нелогично. Что из шорсов с псами ты попадаешь в обзор про жуткий паровозик. Боже мой, да всем насрать! В этом видео я хотел поделиться мыслями, успехом и поблагодарить всех, кто подписались за этот месяц. Рад всех вас видеть честно. Когда ты на протяжении долгих лет пытаешься добиться на ютюбе хоть чего-то, все происходящее вызывает дикий восторг. Да, мне 30 лет, а я радуюсь 13 тысячам просмотров. Для меня все это очень важно. И если раньше я делал просто потому, что уже невозможно остановиться, то сейчас я намерен добраться до больших просмотров. Как раз перед записью этого видео мы выпустили обзор по игре Бакшот Рулет. И ютюб сам, лично, подтянул туда довольно приятное количество просмотров. Второй месяц выпуска шорсов каждый день может оказаться сложнее. А может и нет. Жду вас в комментариях, в подписчиках и в телеграме. Давайте все это вместе обсуждать. Спасибо, что посмотрели. И обязательно увидимся, когда увидимся на Snorin Cat Play. Что ж, пойду резать шорсы и писать сценарии. А вы можете посмотреть видео про Бакшот Рулет. Звучит как разновидность яичницы. И, конечно же, про паровозика Чарлза тоже смотрите. Все, пока, ушел.